Друзья, всем привет! В этом видео я покажу как сделать вот такого прикольного шмеля. Наш шмель будет черного и желтого цвета. Начинаем с того, что берем проволочку. Одну желтую, одну черную. Соединяем их вместе. Берем ручку или карандаш и наматываем так, чтобы у нас получилась красивая спиралька. Это будет тело нашего шмеля. Важно, чтобы проволочки ложились параллельно, тогда узор будет очень красивым. Вы можете использовать и другие цвета. Примерно вот так мне нравится. При работе с этой проволочкой всегда смотрим и подравниваем как вот с пластилином. Придаем желаемую форму изделию. Здесь мы будем лапки крепить. Берем черную проволочку, сгибаем пополам, разрезаем и каждую половинку так же само. Сгибаем и разрезаем. Отрезанную проволочку еще разгибаем пополам, чтобы увидеть где будет серединка. Одеваем на основу и закрепляем так, как я показываю. И еще два кусочка проволочки сгибаем. Это будут наши лапки. Вот так. Отлично. Лапки почти готовы. Подравниваем расстояние между лапок, которое должно быть. Дальше мы будем делать крылышки. Для этого неравномерную белую проволочку разрезаем пополам и вот таким образом сгибаем. Сгибаем и скручиваем. И со вторым кусочком проволочки поступаем аналогично. Придаем желаемую форму и крылышки между собой нужно скрутить, чтобы они держались вместе. Вот так. Теперь нам нужно крылышки прикрепить к телу вот таким образом. Берем кусочек черной проволочки, который у нас остался от лапок и просто плотно прикручиваем крылья к телу нашего будущего шмеля. Плотно-плотно прикручиваем и край проволочки затягиваем с помощью круглогубцев. Здесь мы будем делать голову. Здесь важно показывать медленно, чтобы вы поняли, что зачем крепить. Потому что нам нужно сделать глазки и нам нужно сделать усики нашего шмеля. Для усиков отрезаем кусочек черной проволочки. Такой небольшой кусочек. Если будет сильно большой, можно будет дальше его просто отрезать и коротить. Сгибаем пополам кусочек проволочки и продеваем в пизду. Это будут наши усики. Дальше желтой проволочкой немного обматываем, придавая объем голове шмеля. Нам еще нужно будет глазки сделать. Для глазок отрезаем маленький кусочек черной проволоки. Сгибаем его пополам и продеваем в изгиб. Вы помните, что там проволочка у нас согнутая пополам. Усики идут вверх, а глазки будут идти вперед. Далее обматываем желтой проволочкой вокруг будущих глазок и вокруг усиков. Дальше желтой проволочкой. Теперь глазки, вот эти краешки, мы закручиваем с помощью круглобуцов вовнутрь. Наши глазки готовы. Вот эту черную полочку, которая осталась, обматываем по кругу. Создаем более плотное тело нашего шмеля. Берем еще одну черную проволочку. Обматываем вокруг шеи, вокруг тела между крылышек и лапок, придавая больший объем. Лишнее отрезаем. Край проволочки загибаем круглогубцами. Теперь осталось сделать лапы и усики шмеля более изящными и тонкими. Для этого мы берем зажигалку и обжигаем нужные нам элементы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, если вам понравилось мое видео. С лапками поступаем так же, как мы поступили с усиками. Обжигаем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Подписывайтесь на канал. Для вир había всего кан Todd Wilay . Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ангелки. Выбираем краски и болотосменичатки. Выбираем в следующую компанию. Варкевте делаем тоже изд��間. И наш шинель готов. Теперь у меня два вот таких прекрасных шинеля. Прекрасные игрушки, которые могут стать персонажами из сказки, либо придумать любую другую игру. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А у меня еще много интересного есть.